Ранее мы уже сообщали, что в Нарьинмаре на одной из собак, не покидавшей округ ветеринара, обнаружили опасного кровососа и источника заразных заболеваний для животных, таких как пироплазмоз и болезнь лайма. Этот случай активно обсуждался в кругу собаководов, однако врачи ветеринарной лечебницы утверждают, что данный эпизод в наших краях единичный и опасаться не стоит. Гораздо более серьезные последствия для домашнего питомца могут вызвать укусы комаров. О том, как защитить своего четвероногого друга от клещей, не только выяснила наша съемочная группа. Мы привыкли к тому, что у нас на севере клещей нет, а это значит, что нашим четвероногим друзьям ничего не угрожает. Впрочем, всерьез понервничать владельцев домашних животных заставила новость о том, что на одной из собак, не покидавших Ненецкий округ, обнаружили иксодового клеща. По словам Анастасии Николаевны, клещей на собаках в Нарьинмаре находили и раньше. Правда, все они выезжали за пределы округа, либо контактировали с такими путешественниками. К нам, между прочим, приезжали уже неоднократно те животные, которые плохо обрабатывались, и мы снимали. Обязательно нужно идти к ветеринарному врачу, нужно правильно извлечь этого клеща из тела животного, чтобы не осталось головка и не было лишнего воспаления. Это очень частое явление, что животные привозят сюда, на север, иксодовых клещей. Как правило, они у нас здесь не живут. Эти небольшие по своим размерам существа весьма опасны, поскольку являются хранителями и переносчиками-возбудителей многих заболеваний. При этом чаще всего от них страдают собаки. Кого чаще кусают? Кошек или собак? Собак чаще, потому что они гуляют у нас на улице, да, и они больше подвержены к заболеванию пероплазмоз, который клещ как раз таких содовых переносит. И пероплазмоз, как правило, лечиться очень трудно. И диагноз должен поставиться в течение первых суток заболевания. Потому что потом, в течение трёх суток, животное может погибнуть. В современном мире есть много способов, как защитить своего питомца от клещей. Особенно это актуально для тех, кто планирует взять с собой в отпуск домашнее животное. Специально есть различные препараты, которые содержатся при мектине или другие вещества, которые всасываются в кровь животного, капаем это всё на холку, всасываются в кровь, и после этого действуют эти вещества в течение двух недель. Это капли. Есть также таблетки. Данный препарат, который таблетированная форма, попадая в организм, опять же, является аккумулятированным средством, свойством, в плане в том, что он накапливается и сохраняется в организме в течение трёх месяцев. Попавший клещ на тело животного, выпивая кровь, он получает эту дозу препарата, ну и, соответственно, отваливается и погибает. То есть такого поражения здесь у животного не получается. Быть начеку следует и тем владельцам домашних животных, кто покидать округ этим летом не планирует. Доставить вашему питомцу неприятные ощущения могут в том числе комары и мелкий гнус. Наш четвероногий герой породы северо-шотландские корги, домашний его зовут Коржиком, пострадал как раз от комаров, да так, что пришлось везти в ветеринарную клинику. Добрый доктор обстрег у собаки шерсть на месте укусов, поскольку под шерстью зудящая кожа преет, обработал раны мазью, сделал обезболивающий укол и укол с антибиотиком, выписал лекарство. Когда у человека ссадина упала, когда покрываются корочки, она начинает, что делать? Зудеть. Ну, что делаем? Тоже чешем. Так же и собака. Но собака в условии то, что она не имеет рук, она начинает лизать. А язык-то у неё с чем? Правильно, с шерстью. Чтобы собака не вылизывала раненую поверхность, ветеринарный доктор рекомендовал купить специальный собачий воротник и посоветовал внимательно относиться к своему питомцу. Помнить, что лишняя осторожность никогда не будет лишней, особенно, когда это касается здоровья тех, кем мы так дорожим. Продолжение следует...